В Схолинской области в настоящий момент сохраняют действие все ипотечные программы, в том числе все льготные ипотечные программы. По ним сохранены ставки процентные, то есть правительством Российской Федерации принято решение об увеличении софинансирования на субсидирование процентных ставок. Это говорит лишь о том, что правительство заинтересовано в том, чтобы граждане брали ипотеку, приобретали жилье, находили свое участие в новых домах. В настоящий момент из льготных программ действует дальневосточная ипотека, ипотека с господдержкой, семейная ипотека и сельхозипотека. Дальневосточная ипотека предоставляется с процентной ставкой до 2%, соответственно, ряд банков предоставляет ее с процентной ставкой 0,1%, соответственно, сумма кредита по ним не может превышать 6 миллионов рублей и первоначальный взнос до 20%. Соответственно, если заемщик также должен быть до 36 лет, по сути дела, это длительная рассрочка, то есть государство практически полностью субсидирует процентную ставку. Ипотека с господдержкой, там не предусматривается ограничение по возрасту, по количеству членов, семьи, по детям. Единственный момент, что объем заемных средств меньше, это 3 миллиона рублей и, соответственно, процентная ставка до 7%, что также является ниже процентной ставки среднерыночной. Сельская ипотека позволяет приобрести жилье на льготных условиях, получить кредит на сельских территориях. В настоящий момент в Сахалинской области такой ипотекой воспользовались 142 семьи, это более полумиллиарда средств, которые были выданы. Ну и, соответственно, такую ипотеку предоставляет возможность получить два банка – Россельхозбанк и Сбербанк. Дополнительные меры поддержки, которые существуют на территории Сахалинской области, это материнский капитал федеральный 693 тысячи, дополнительные выплаты по материнскому капиталу на региональном уровне, это за первого ребенка 150 тысяч рублей, второй ребенок 250 тысяч рублей. Также есть социальная выплата до 50% от стоимости приобретения жилого помещения, но не более 2 миллионов рублей, это тоже одна из мер поддержки. Ну, также, как мы уже говорили, все социальные программы и в настоящий момент сохраняют действие программы по сертификатам, по отдельным категориям граждан, по дальневосточной ипотеке, то есть те люди, которые прошли отборы, получили уведомления, соответственно, они имеют право предъявить эти уведомления, найдя квартиру, соответственно, для оплаты. И я напомню, что с начала года по этой программе правительством Сахалинской области уже доведено муниципальным образованием почти 850 миллионов рублей, и также по мере поступления заявок от граждан, соответственно, формируется дополнительная потребность, и на летних поправках мы планируем рассмотреть возможность дополнительного увеличения лимитов и направить деньги на погашение вот этих вот сертификатов. Если произошли какие-то сложности в жизни любого человека, такое может произойти, то, соответственно, он может обратиться в банк непосредственно, либо оформить заявку онлайн, ряд банков такую услугу предоставляют, и получить кредитные каникулы до полугода. Это отличная мера поддержки, которая принята на федеральном уровне для тех людей, которые так или иначе столкнулись с какими-то жизненными сложностями.